Здравствуйте, уважаемые друзья! Существует популярное мнение о том, что президент Дональд Трамп в случае своего призбрания на ноябрьских президентских выборах в Америке спасет весь мир от пандемии, коронавируса и от массовой вакцинации. И несмотря на то, что он сейчас говорит о вакцине, о том, что они готовы выкатить 300 тысяч порций вакцин в октябре, что у них там все хорошо, что они борются с пандемией, типа он это делает специально, он подыгрывает той части электората, которая верит в пандемию, но на самом деле он наш человек и он нас спасет. Главное ему переизбраться. Есть такое мнение и некоторые в него очень сильно верят. На самом деле есть и другое мнение и его выражают многие эксперты, специалисты в этой области. В частности, американский журналист Джеймс Корбитт, который недавно записал, сделал, вернее, серию фильмов о Билли Гейте. Я уже делала перевод интервью этого журналиста, который он давал на канале Спирос Куроса, и там речь шла о вакцинации. И сегодня я подготовила для вас перевод фрагмента из этого же интервью, но только по вопросу Джо Байден против Дональда Трампа. Давайте послушаем, что он нам расскажет. Я не думаю, что они действительно беспокоятся о том, как будут себя чувствовать люди в данный момент. Говоря о Трампе, который выходит из финансирования ВОЗ, многие думают, что это решенная сделка. Но на самом деле это не так. В тот момент, как Трамп объявил, что останавливает финансирование ВОЗ, он продолжал финансирование ГАВИ. Что вы думаете об этом? ГАВИ – это компания по производству вакцины, по глобальному вакцинированию, которую финансирует администрация Трампа, как я полагаю, на деньги налогоплательщиков в данный момент. Что вы думаете по этому поводу? Мы возвращаемся к той точке дискуссии, с которой начали, что президенты якобы контролируют ситуацию. В данный момент, если вы продолжаете думать, что Трамп против Байдена – это ключевой фактор, который решает будущее развитие событий для всего мира, когда для вас нет надежды, вы никогда не проснетесь. Потому что если что-то и можно было понять из всего, что происходит сейчас, так это то, что политики – это куклы. Их бросают на потребу публики, а потом просто от них избавляются. Не имеет значения, кто будет президентом – Байден или Трамп, или кто-то еще. Мировая повестка глобалистов продолжится. Возможно, Трамп прекратит финансирование ВОЗ в следующем году. Возможно. Проголосуйте за меня в этом году, и я сделаю это в следующем году. Просто поверьте мне, просто проведите меня на должность президента. И все думают, политики же не могут врать относительно всего этого. А на самом деле Трамп помогает финансировать ГАВИ, которая также является… ГАВИ – это компания по производству вакцины, которая также является конторой Билла Гейтса и вовлечена во весь этот процесс. Я делаю репортаж, кто такой Билл Гейтс. Да, он протаскивает проект по вакцинации. И то, что вы слышите от Байдена, это все то же самое, что вы слышите и от Трампа. Потому что они ничего не решают, они куклы и не манипулируют. Если вы думаете, что голосование на выборах вам чем-то поможет, как я говорю, вы потерянный человек. Да, я согласен. Как говорят, если бы голосование на выборах что-то решало, оно было бы вне закона. У нас выборы тоже ничего не решают, понятно. Я лично до сих пор жду, что Трамп избавит нас от паразитов, осушит болото, как он обещал. Но пока он этого не сделал, на данный момент он нанимает этих паразитов, начинает от его личных юристов и до группы по борьбе с коронавирусом, и его личной администрации и штатам. Джеймс, я думаю, что весь этот сценарий, который мы проживаем, он не случайен. Я не думаю, что это какое-то совпадение, я думаю, что все это спланировано. И по моему мнению, это все прекрасно вписывается в гегельскую диалектику «проблема, реакция, решение». Смотрите, это о чем речь? То есть искусственно создается проблема, как сейчас коронавирус. Дальше на нее идет реакция публики, реакция общества и предлагается решение. То есть на самом деле эти проблемы, они сами спонтанно не возникают. Это все оркестрируемые, управляемые вещи. Итак, у нас есть проблема коронавируса. И у нас есть реакция, закрытие миллиардов людей на карантин, разрушение экономик, уничтожение среднего класса, гражданские протесты. И при этом все больше людей становится зависимы от этого правительства и системы тотального контроля. В итоге разрушается вся имеющаяся система жизни, только для того, чтобы установить новую систему, которая обсуждалась на мировом экономическом форуме, когда была предложена глобальная перезагрузка и четвертая индустриальная революция. По вашему мнению, как будет выглядеть эта глобальная перезагрузка и что нас ждет в конце этой дороги, по которой мы сейчас направляемся? Великая перезагрузка, это глобальная перезагрузка, это не что иное, как новый мировой порядок, о котором я говорю больше 10 лет на своем канале Corbett Report. Все, о чем я говорил, сейчас включено в эту повестку, которую они протаскивают. И это не обязательно связано с пандемией коронавируса. Например, зеленые технологии, это из той же серии. Как они сами говорят, сейчас наступил очень удобный момент выводить все, что у них есть. Они говорят, мы можем все изменить. Повестка 2030 – это расширенная повестка 2020. И это главное, что сейчас происходит. Полная трансформация всего, включая экономику. Нас приучили думать об экономике, как о биржевом рынке с акциями, с ценными бумагами. На самом деле, экономика – это все базовые сделки и транзакции, которые происходят во всем мире каждый день. И именно это трансформируется и переделывается прямо сейчас, прямо под нашим носом. И это не что-то, о чем нам надо догадываться или где-то выискивать эту информацию. Нет. Они нам сами все рассказали. Они дали нам полный расклад в различных уставах и документах крупных организаций, где создаются различные альянсы с такими названиями, как «Лучше, чем наличные». И опять же, повсюду отпечатки пальцев Билла Гейтса. Или, например, проект ID2020. Все эти вещи уже готовы. Они достали молоток и теперь ждут гвоздь. Пандемия – это и есть тот самый гвоздь, который они используют, чтобы прибить общество и прибрать его к ногтю. Они ожидают покорности на всех уровнях. В итоге, ваша жизнь будет контролироваться такими способами, которые даже невозможно было себе представить еще в начале этого года. И считалось, что говорить об этих вещах – это какая-то конспирология. Но я о них говорил, и вы тоже говорили в своей работе. А сейчас эта конспирология стала нашей обычной реальностью. И, конечно же, нам придется избавиться от наличных. Конечно же, нам придется создать эти цифровые доллары, которые привяжут вас в банковский счет непосредственно к Федеральному резерву. Но не беспокойтесь, правительство о вас позаботится. Конечно, это значит, что вам придется жить под диктатом военного и медицинского законодательства технократов. Сейчас это просто маска. Наденьте, ничего не стоит надеть маску. Ну что, какая ерунда, как я сейчас слышу. Ну что тебе стоит, что ты с ними бодаешься, не трать тебе нервы. И нам тоже, значит, не портят тут ничего. Просто надень маску, и все будет хорошо, и ты все быстро купишь. То есть вот так они говорят, просто наденьте маску, потом просто закатайте рукав. Но не беспокойтесь, это все для вашего же блага. Это предлог для абсолютно всего, что хотят сделать социальные инженеры. А это особенно пугает, потому что, как я говорил много раз, конечная цель этой повестки, о чем я предупреждал много раз Бертран Рассел. Бертран Рассел, вы можете посмотреть в Википедии. Это британский философ и писатель. Он умер в 70-м году прошлого века. Но как раз в середине прошлого века он говорил о том, как будет вводиться, устанавливаться новый мировой порядок. То есть об этом уже давно говорят. Он говорил, куда ведет диктатура науки и технократов. И как это будет сделано. Через еду, инъекции и судебные запреты. Законодательство. Это его известная фраза. Диет, по-английски она звучит так. Диет, инжекшн, энд инженкшн. И он говорил, что протест общества против нового мирового порядка будет настолько же невозможен, насколько невозможен протест баранов против поедания баранины. Я думаю, что это в конце концов так и есть. И технология внедрения нового мирового порядка существует уже более 50 лет. Олдекс Хаксли, писатель и инсайдер, он говорил то же самое, что в голову будут вживляться провода, чтобы контролировать эмоции человека. В его книге шла речь о быке, которому был внедрен чип, и его можно было остановить с помощью пульта вот этого дистанционного управления. То есть, ну как бы просто выключить быка. Технологии это существует уже десятилетия. И сейчас появился прекрасный шанс ее использовать, чтобы индукцинировать общество. Wall Street Journal, это популярная американская газета, пишет о том, что с нетерпением ждет конца света, и что трансгуманизм может быть решением проблемы, потому что у людей есть эти омерзительные тела, которые могут быть атакованы вирусами. Они потеют и воняют, это противная органическая масса. Было бы здорово, если бы мы могли быть подключены прямо к матрице. И тут появляется Илон Маск с его компанией Neuralink, и говорит, что теперь мы можем стримить музыку прямо вам в мозги. Вау, круто, это будет так здорово! И большинство людей действительно ждут конца человечества, и они нам об этом прямо говорят. И большинство людей до сих пор даже не знают, что эта повестка существует, и тем более не понимают, что на самом деле происходит. Или что, например, вакцина не должна на самом деле называться вакциной, потому что это не будет вакцины. У них уже есть эта технология, которая будет обновлять вакцину, апдейт, обновление. То есть они будут ставить не одну вакцину один раз, они будут повторять ее, и объясняться это будет тем, что вирус якобы мутирует. Вот так. Друзья, я тоже считаю, что на Трампа надейся, сам не плашай. У Трампа действительно часть его планов расходится с планами глобалистов, часть его планов совпадает с планами глобалистов. Поэтому я считаю, что если люди хотят протестовать, никакой Дональд Трамп им не нужен. Это доказывает протесты в Хабаровске, протесты в Беларуси, протесты в Сербии, протесты в Берлине, когда вышел миллион человек. Вот это было две недели назад. Люди протестовали против локдауна, против этого карантина. Вот, поэтому, друзья, ну в любом случае интересно будет посмотреть, все-таки кто победит на выборах, потому что Джо Байден это полный трэш. Я считаю, что все-таки, конечно же, лучше Трамп. И если бы я была американским избирателем, я бы, конечно, голосовала за него. Вот так, друзья, вот такие видео, где речь идет особенно о вакцинах, YouTube сразу лишает монетизации. Поэтому, если вам нравится моя работа, вы можете поддержать мой канал, приобретя вот такую вот замечательную маечку, видите? Ну, это образец, то есть такая майка может быть сделана для вас на любой базовой футболке, любого цвета, черного, белого, красного, это может быть толстовка. Вот это вот, это люди в масках, да, вы поняли? Вот эти краски, они не смываются, то есть футболку, это изделие можно будет стирать. Либо вы можете приобрести вот такой вот плакатик COVID-19 Certificate of Vaccination ID. COVID-19 это номер сертификата вакцинации. Либо вы можете приобрести вот такой плакатик. Это Большой брат. Большой брат COVID-1984. COVID-1984. Это отсылка к роману Джорджа Орвелла, я уже вам об этом рассказывала. А Большой брат это собирательный образ теневого правительства. Крутой плакат, он мне очень нравится. Если вы хотите приобрести одну из этих вещей, пожалуйста, свяжитесь со мной по WhatsApp или по Telegram, по телефону, указанному в описании к этому видео. Если вы не хотите приобретать ни одну из этих вещей, вы можете поддержать мой канал просто по реквизитам, указанным в описании. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.